друзья всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и как и всегда говорим о ключевых фундаментальных событиях влияющих на динамику финансовых инструментов не забывайте подписываться на наш канал оставлять вопросы и комментарии в секции специально под каждым брифингом и не забывайте конечно же ставить лайки ну что ж тенденция на финансовых рынках изменилась как мы предполагали доллар не позволил продавцам продавить собственно свои позиции и затащить его ниже 97 пунктов если говорить в целом про динамику американской валюты индекс доллара конечно же сейчас мы держимся выше 97 и знаем то что впереди блок американской статистики данные по заказам товара длительного пользования заявки на пособие по безработице и темпы экономического роста статистика имеет очень большое значение сейчас потому что еще один признак восстановления американской экономики или по крайней мере то что позволит говорить о том что экономика сша остается на пути вот этого экономического оздоровления разумеется могут поддержать еще больше укрепление ахо американской валюты и это нам и необходимо ну во первых потому что мы покупаем индекс доллара а во вторых мы ставим на снижение рисковых инструментов евро фунта австралийца канадца и я сейчас объясню на чем связаны еще распродажи представителя другой секции финансовых рынков но тоже категории риска нефтянки вот собственно ней давайте прямо сейчас и поговорим 4024 коррекция вчерашнего дня уже позволяет говорить о том что этот откат может перерасти в нечто больше но главное сейчас конечно же закрепляться ниже 40 долларов за баррель почему рынок нефти стали активно сбрасывать я допускаю друзья то что все-таки участники рынка хотят они этого или нет хотели они этого или нет но им придется работать с фактом ухудшения ситуации связанной с коронавирусом и эпицентром сейчас очагом таким не угасаем выступают сша суточный прирост количества заболевших 36000 напомню что рекорд а вот прям по сегодняшний день чуть больше этой цифры 36 400 и разве это не то что должно сейчас провоцировать опасения и выступать доказательством и свидетельством того что американская экономика столкнулась со второй волной к вида 19 я думаю друзья что к сожалению именно так это сейчас и происходит очень рассчитываю на то что тенденция пойдет на аспад но есть то что есть и и распродажи фондового рынка сша и снп и nasdaq а до также доказывают то что хотели трейдеры все-таки переваривать и оставаться в стороне от факта распространения продолжающегося распространения коронавируса но сейчас игнорировать настолько негативный фон уже невозможно поэтому опасение за то что новая волна к вида 19 накроет мировую экономику повлияло на динамику нефти потому что если это действительно будет так все самые оптимистичные ожидания относительно восстановления мировой экономики они будут не реализуемы соответственно экономика мировая экономика пойдет на следующий круг а спада который разумеется негативно отразится на спросе на углеводороды второй момент это прогноз международного валютного фонда который был обновлен с апрельского в апреле мвф прогнозировал спад мировой экономики в мирового ввп на а двадцатый год на уровне минус 3 процента сейчас этот прогноз пересмотрен с минус 3 до минус 4 и 9 друзья я думаю что спустя месяц когда мы будем снова смотреть за оценкой мвф а ситуация может ухудшиться и третий момент почему котировки пошли вниз это ожидаемые нами данные по запасам которые третью неделю подряд плюсуют запасы нефти сша действительно находится на исторических максимумах и это главный сдерживающий фактор который будет тормозить рост котировок нефти а сейчас это не просто тормоз для роста но и может быть даже причины для распродажа я друзья посмотрю как мы закроем эту неделю и думаю что со следующей недели также присоединюсь к тем трейдерам которые продают нефтянку потому что думаю сейчас формируется очень хорошие условия для среднесрочного снижения индекс доллара как я уже отметил 97 25 американскую валюту выкупают но с одной стороны можно сказать что доллар пользуется спросом потому что это классическая защита с другой стороны после выхода накануне два дня назад точнее данных неплохих по пима активности в сфере услуга и производственном секторе разумеется есть расчет трейдеров увидеть такие же неплохие цифры сегодня если ожидания оправдаются доллара будет больше шансов восстановиться золото 1779 это хай максимум разумеется с 12 года за 8 лет сейчас откатили я не рекомендую залазить золото будут еще уровни из которых мы попробуем основа купить этот инструмент но нужно друзья подождать пока рынка успокоится целом по долгосрочным ожиданиям я пожалуй отношу себя категории тех трейдеров которые рассчитывают увидеть и 2 тысячи в перспективе ближайшего года доллар канадец 1 36 41 растем здесь и рост и укрепление доллара и снижение нефти да еще и фич рейтинговое агентство вчера понизила суверенный рейтинг канады с 3 и до и и плац соответственно это в моменте повлияло на настроение в отношении канадца но все-таки наверное основная причина это доллар на втором месте нефтянка поскольку мы ожидаем продолжение тенденции восстановления позиции американской валюты снижения нефти друзья ждем 1 38 по паре доллар канадец австралийц против доллара в комментариях просили пару слов уделить австралийцу 0 68 62 цель 0 65 друзья после именно анонсов и руководство банка англии и комментариев резервного банка новой зеландии о том что из-за последствий и ожиданий новой повторной волны коронавирусной инфекции политика будет оставаться мягкой я думаю что спустя неделю мы тоже самым слышим от резервного банка австралии поэтому изначально нужно настраиваться на вероятность доп стимулирования и ждать австралийца ниже евро против доллара 1 12 43 сша сообщили о планах ввести пошлины на европейские товары общей стоимостью в 3 1 миллиард долларов это все следствие споров о государственных субсидиях поддержки производителей самолетов но не то чтобы это определяющий фактор для евро я думаю что европейская валюта снизилась из-за укрепления доллара но фон как вы видите из-за потенциала роста торговой напряженности в отношениях ес и сша это также нормальный довод для долгосрочных продаж европейской валюты и фунт друзья снижается нам это и нужно барне главный переговорщик от и с по брезиту отметил что даже без коронавируса прогресса бы сейчас не было англия не идет на уступки ожидается спад английской экономики примерно на 20 процентов по итогам второго квартала поэтому друзья ждем новые меры экономического стимулирования и заранее активно продаем фунт на этом все большое спасибо за внимание всем хорошего дня